...съемки. Леонид Николаевич, привет. Как дела? По-моему, прекрасно. Лишь бы здоровье не помешало. Выглядите вы потрясающе. Скажите, пожалуйста, а почему вообще возникла эта идея сделать такую обложку на журнал «Кругозор»? Надо сказать, что идея не моя. Идея твоего папы. Да вы что? Дело в том, что обратился ко мне Дима с пробой снять сына. У которого перспектива стать художником. Но это не было заказом «Кругозора». Это просто вы сделали фотографии. Нет, это был энтузиазм. В «Кругозоре» поддерживались любые инициативы. И, конечно, редакция знала, что я снимал молодого художника. И они ждали эту работу. Вы знаете, как это ни странно, у меня вообще в детстве очень мало, вернее, осталось в памяти из детства. Очень мало. Но я помню это. Я помню, как я лежал на животе, на полу, что-то рисовал, разложенный каким-то чудом. Но не в этом дело. Просто... А вы помните, как я вообще себя вел? Это же сложная штука позировать, долгая съемка и так далее. Я помню, что помещение, где мы снимали, была какая-то квартира известной балерины. Я думаю, что это квартира моих родителей. Небольшая, совсем в каретном ряду, скорее всего. Портрет елочка, а он мог быть где угодно. Но, скорее всего, это дома. Да, это дома. Дома у нас дома. Вот и родственники держали свет, потому что это было очень важно. Я постоянно менял свет, искал какие-то варианты. Довольно большая съемка, связанная с жизнью, потому что творческих моментов, ребенок, живопись, рисунок на обложках не было. Но я тебе скажу, что журнал, он знаменатель не только обложкой, на котором Алексей Бегега, но и теми героями, которые внутри журнала. Там есть материал о Ивашенковой женщине в начале, четвертая страничка, по-моему. Вот. Это женщина, которая в 1941 году остановила немецкие танки. Вы знаете, это удивительная история. Так случилось, что немцы подошли к границам Москвы. Зенитная батарея встала на земельном участке моей героини. Шел бой целый день. Подбито было 23 немецких машины. Погибли все артиллеристы, кроме одного. Он стал кричать и звать на помощь. Снаряды, снаряды, снаряды. Женщина сидела в подвале с тремя маленькими детьми. И она нарушила заповедь Бога о том, что в первую очередь надо хранить детей. Она выскакивает из подвала под немецкие снаряды и пули и подносит несколько снарядов артиллеристу. И он подбивает еще один немецкий танк. И немцы встали. И она как простая дама, плохо одета, в голосах. Понимаете, она строит памятник себе. Она лопатой ровняет там землю. Человек обижен судьбой. Власть никак не обласкала ее. Если именем артиллериста названы улицы, он почетный гражданин и имя это останется на века, то она никому не известный герой. Она не военнообязанная. И этот материал, рассказ, и есть в этой книге, которую я принес в подарок тебе. Ух ты! Леонид Николаевич, я вот смотрю на вас. Я знаю, сколько вам лет. И хочу вас спросить, а вот как сделать так, чтобы было интересно жить? Ой, вы знаете, я думаю, что это от Бога зависит в какой-то степени от родителей. Дело в том, что я вырос в семье любящих друг друга людей, которые ради куска хлеба рисковали жизнью каждый день в полном смысле этого слова. Они были артисты аттракционно-мотогонки по вертикальной стене, как и твой предок Григорий Левитин, твой дед. И вот эта любовь, в которой я вырос в атмосфере какого-то удивительного внимания. И мои родители для меня были герои моих материалов, которые рождались почти каждый день. Ты знаешь, я всю жизнь снимал, я снимал без отпуска, без отдыха. То есть, когда были отпуска, я брал отпуска для того, чтобы работать еще больше. Я снимал фильмы, я снимал какие-то книги, я выходил на сцену и так далее, и так далее. И сейчас пришло осмысление. Сейчас оказался огромный материал, который... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok